что на этой неделе нам показала ленобласть сейчас посмотрим то что заслуживает внимание и расскажу подробности страуса в ленобласти точно есть но на этот раз мурманское шоссе пересек павлин тоже не совсем местный житель с хвостом в походном режиме водителям есть от чего испытать весь спектр эмоций с чего участка сбежал нарушитель пдд неизвестно прорубать окно в европу уже не актуально но не пропадать же инструменту мощный сигнал соседу по муринской многоэтажки отправил житель квартиры сверху которому не нравилась громкая музыка студента но стекло не разбилось известно что юный муринец не захотел обсуждать музыкальные вкусы с недовольным соседом с глазу на глаз видимо поэтому тот решил искать другие пути тихон продолжает мокнуть после того как вода в реке тихонки поднялась выше пяти метров вернее страдает в основном частный сектор в низине потоплены 90 участков но эвакуироваться никто не хочет поводки тут регулярные мостки уже построили спасатели на готове даже дрова приносят здравствуйте бабушка но выглядит все не весело речной переулок полностью оправдал название знаменитый монастырь частично затоплен залитые дороги превращают поездку в окрестные деревни в серьезный квест мост деревне ялгина вовсе ушел под воду кадры с тихинского водозабора выше города по течению намекают что расслабляться рано 11 лет назад вода поднималась еще на метр выше кстати об истории неужели тихинский богородичный успенский монастырь основанный по указу ивана грозного вот так вот все почти пять веков и заливала нынешний потоп объясняют дружным таянием снега из-за резкого потепления сигаретные воры продолжают совершать ночные набеги на областные супермаркеты табака и спиртного из магазинов деревне старое унесли на 140 тысяч вскрыв дверь мимо тех кто следит за этим криминальным сериалом не прошла новость о задержании подозреваемых в подобном же преступлении в петербурге там трое из азербайджана пойманы после кражи из магазина бристоль то ли самая это сигаретная банда или их последователи органы как говорится разберутся но на первый взгляд задержаны в другой весовой категории суд арестовал главу кузнечного надежду становову следователи уверены что глава администрации городского поселения злоупотребила властью на 8 миллионов рублей сдала своим людям в аренду участки для садоводства всего 80 соток которые потом выкупили их за 15 процентов стоимости и переоформили как и же с в обход очереди на землю очередников там 35 человек это и многодетные и участники с его двухлетний ребенок утонул в пруду на частной территории в деревне совольщина по данным полиции подсобные рабочие из узбекистана не уследил за своим малолетним сыном родители работавшие на территории усадьбы не заметили что ребенок оказался у воды возбуждено уголовное дело за что задерживаетесь понимаете не пока не понимаете полицейские задержали двоих петербуржцев 51 года и 49 лет их подозревают похищениях бизнесменов одного своего сверстника они вывезли из древней аудио это рядом с токсова в лес привязали к дереву и потребовали 26 миллионов но тот платить отказался а когда похитители уехали сумел освободиться возбуждено уголовное дело о похищении человека и также есть данные о том что они же причастны еще к двум похищениям коммерсантов в гачинской межрайонной больнице начал работу первый в россии биохимический анализатор крови он может обработать тысячу проб в день причем после загрузки данные уже через 20 минут попадают прямиком в компьютеры врачей из неожиданного техника сделано в китае 1 апреля старались все шутники но громче всех посмеялась погода через пару дней после тепла до плюс 15 взбодрившая регион снегопадом метелью и легким морозцем а кое-где и грозы с градом прошли довольно по-зимнему выглядела стометровая очередь на автобус от метро в областной город кудрово правда пишут что двигалась она быстро другие же утверждают что простоя в полчаса так и не уехали третий недоумевают зачем ждать когда там пешком быстрее в общем хорошо только лыжникам горли на области правда нет а вот склонов немало и на одном из них при озерском районе горнолыжники со всей страны выясняли кто из них лучший в параллельном славами в командных соревнованиях победили сахалинцы а из наших на пьедестале чемпионата россии только александра жаркова в личном зачете третье мы присматриваемся к тому что ленобласть показала уже год и чтобы вам удобнее было смотреть собрали все выпуски в один плейлист он так и называется ленобласть показала